в прямом эфире телеканала настоящее время программа вечер меня зовут ирина ромалийская здравствуйте темы сегодняшнего выпуска запад говорит скорее всего в польше упала ракета украинской пво зеленский настаивает российская ракета разбираемся в причинах и прогнозируем последствия чем ответит на то интервью с министром обороны одной из стран альянса латвии ну а в освобожденном херсоне находят пыточные репортаж оттуда бориса сачалка дональд трамп заявил будет баллотироваться в президенты соединенных штатов поддержит ли его партия и что это может означать для российско-украинской войны я напоминаю от вас в том числе зависит то сколько зрители увидят наш выпуске если вы хотите чтобы больше людей получили качественную проверенную информацию поставьте лайк нашей трансляции уже сейчас но это в том случае если вы смотрите нас в фейсбуке или на ю тубе но начнем с того что к этой минуте известно о падении ракеты в польше накануне она убила двух человек это село польское находится недалеко от украинской границы россия вчера я напомню вела массированный обстрел украинских городов выпустила почти 100 ракет и в это же время ракета упала и в польском селе пшеваду но вот сегодня президент польши анджей дуда заявил вероятнее всего ракета принадлежала украинской пво но то есть это украинцы своими ракетами сбивали российские и одна прилетела по территории польши предварительный анализ нато также показал что ракета была выпущена украинскими зенитными войсками об этом рассказал генсек североатлантического альянса jens столтенберг в москве свою причастность отрицают при этом союзники польши по нато однозначно заявляют украина не несет ответственности за случившееся мол такого не произошло бы если бы россия не начала войну но украинский президент владимир зеленский продолжает настаивать и тут я процитирую не сомневаюсь в том что это было не наша ракета или не наш ракетный удар мол так ему доложили послушайте сами я навык не сумниваюсь в доповеде вечерний меню особисто від командующего поветряных сил до главкома заложного я не сумниваюсь в том что это было не наша ракета або не наш ракетный удар они не мают сенсу им не доверять а я с ними войну пройшов мы держава справедлива и если это было использование нашего пво и все понимают что это было и какие-то там уламки знали на территории польши так я хочу этих доказов и мы отверто скажем что не дай боже який уламок убил людину этих людей так нам нужно вибачать мы же честные люди али выбачьте тільки спочатку слідство доступ даний мы хочем отримать зеленский настаивает украинских специалистов необходимо допустить к месту трагедии сегодня же телеканал cnn со ссылкой на неназванного чиновника из соединенных штатов сообщил что украинские военные передали вашингтону и союзникам информацию о попытке перехвата ракеты вблизи места взрыва в польши правда неясно идет ли здесь речь о той самой ракете тем не менее сенен утверждает эта информация послужила основой для оценки произошедшего властями сша расследование продолжается о причинах и последствиях этого мы еще поговорим в нашем эфире с нашими экспертами ну а пока на месте взрыва в польском селе обшиводов работает наш корреспондент тимофей рожанский тим привет расскажи что там сейчас на месте взрыва происходят привет вот местные настаивают что село называется пшеводов я буду назвать его именно так я сейчас нахожусь уже внутри него но к месту взрыва сейчас попасть невозможно потому что здесь стоят полицейские туда пропускают только местных жителей люди которым нужно домой и специальные службы сейчас по-прежнему и въезжают и выезжают оттуда специальные машины больше часа назад выехал отсюда целая колонна военных грузовиков в такой технике обычно перевозят военных мы видели что они там сидели большое количество солдат мы не знаем кто сейчас там остается вряд ли ночью ведут ведутся ведется какая-то экспертиза вот но мы знаем что по крайней мере расследование еще не закончилось а если посмотреть туда дальше сейчас понятно что темно ничего не видно но в шести километрах отсюда уже украинская граница львовская область которая вчера в том числе подверглась массированному обстрелу со стороны россии и в это же время местные жители здесь услышали два взрыва одна из ракет попала на место где сушат зерно из-за этого погибли два человека с местными сначала не поняли что произошло подумали что взрыв произошел именно вот на производстве но довольно скоро в небо поднялся истребитель выяснилось что это не так что здесь упала ракета тем а удалось ли тебе с ними пообщаться подробно что они вообще говорят местные которые там живут вот я сейчас разговаривал с несколькими местными жителями не очень эмоционально описывают они говорили что первое что они подумали что война дошла до польши потому что она украина все-таки в шести километрах и все опасаются все держат в голове такую опасность давайте послушаем немножко чем рассказали местные жители я видел только много дыма и слышал хлопок очень страшный даже окна затряслись я позвонил коллеги у меня ноги подкосились сначала я думал что там печь взорвалась но потом оказалось что упала ракета я подбежала к окну мои окна и достаточно близко метров сто я увидела ужасное черное облако которое поднималось вверх тимофей окей а расскажи что говорят власти польши первая реакция выглядела довольно решительной власти польши говорили что будет ответ здесь собрали заседание минобороны и военные советы сказали что возможно воспользуются четвертой статьей и потребуют консультации у стран на нато но по мере того как развивалось расследование как появлялась больше больше информации тонна польских властей стал скорее такой деэскалирующий и сейчас уже утверждают что нет причин полагать что ракета была выпущена из россии и это был намеренный удар по стране нато ничего абсолютно ничего не указывает на то что это было преднамеренное нападение на польшу произошло то что ракета попала на нашу территорию это не было преднамеренно это не была ракета нацеленная на польшу это не было нападением на польшу а так на пользу В Пшеводове объявлен траур на 4 дня, начиная со вчерашнего, здесь приспущены флаги, дети сейчас не входят в школу, здесь есть начальная школа, там около 90 детей, мы говорили с директрисой, детей здесь сейчас берегут, потому что здесь очень много военных, военная техника, журналисты, и вот решили принять такое педагогическое решение и поберечь детскую психику. И пока перейти на дистанционное обучение, но вероятно ненадолго. Дима, привет! Ты весь день следил за международной реакцией. Расскажи о главных заявлениях. Ира, привет! Самые свежие сообщения сейчас поступают с американской стороны. Совет национальной безопасности заявил о том, что полностью доверяет ходу текущего расследования и что в этом расследовании принимают участие не только польские, но также американские эксперты. Кроме этого, уточняется, что на данный момент ничто не противоречит версии, согласно которой действительно ракета производства то ли российского, то ли вообще еще советского могла быть гипотетически выпущена украинской системой ПВО, что при этом никак не снимает вину с России. И если бы 15 ноября Россия не устроила массированный обстрел территории Украины, ничего бы не случилось. Мы все еще собираем информацию, но мы не видим ничего, что бы противоречило предварительной оценке президента Дуды, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом украинской ракеты противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала в Польшу. Какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, конечную ответственность за этот инцидент несет Россия. О прямой ответственности России говорят не только представители США, но также высшее руководство НАТО. Соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее в Польше ужасающим инцидентом. Вы знаете, что американский президент предложил Польше помощь в изучении обломков и разрушений. И это хороший знак. Важно то, что мы все одновременно дали понять, ничего этого не было бы без войны России против Украины. Без ракет, которые сейчас интенсивны и в больших масштабах обстреливают украинскую инфраструктуру. Дима, что по поводу случившегося, говорит Москва? Буквально пару часов назад выступила Мария Захарова, которая заявила, что для проведения некоего разговора в МИД был вызван посол Польши в России. Он пробыл в здании буквально 20 минут, после чего его покинул. Госпожа Захарова отметила, что этот визит был связан с тем, что Россия официально считает ужасающей провокацией то, что ее пытаются каким-то образом привязать к произошедшему в Польше. В свою очередь, Дмитрий Песков в своем выступлении умудрился даже ответить комплимент Джо Байдену, который ранее назвал маловероятным, то, что ракета, прилетевшая в Польшу, могла быть выпущена России. Вместе с этим представителем других стран НАТО от господина Пескова досталось достаточно сильно, не обошлось и без упоминания оголтелого русофобства, как выразился господин Песков. Что касается инцидента Польши, то Россия к этому не имеет никакого отношения. Мы стали свидетелем очередной, истеричной, оголтелого русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявление, не имея какого-либо представления точно о том, что произошло, что стало причиной и так далее. Так, ну а российская сторона в принципе отрицает, что вела какой-то огонь в районе польской границы? Да, совершенно верно. И это при том, что официальный Киев заявлял о том, что Россия вела обстрел всей территории Украины, в том числе и Львовской области. Ну, в ответ на это господин Коношенков, официальный представитель Минобороны России, вообще сказал, что Украина виновна не только в том, что произошло на территории Польши, но даже гибель мирных граждан в Киеве – это результат неудачной работы украинских ПВО. Ну, вот что еще, с чем нужно сказать господин Коношенков. Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшевудов, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса, как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Что ж, спасибо большое, Дмитрий Кожурин с нами был на связи, весь день собирал информацию о том, что другие страны говорили об инциденте в Польше. Дмитрий, спасибо. Ну и пока следователи не назвали точные причины падения ракеты в польском селе Пшеводов, как называют его местные жители. Но уже есть несколько разных версий, которые озвучивают военные эксперты. Основных, конечно, две. Это была российская ракета, это была ракета украинской системы противоракетной обороны. В частности, это вот последнюю версию допускает эксперт по авиации Валерий Романенко. Крылатая ракета – это достаточно маневренный объект. Это не баллистическая ракета, которой маневрировать она может быть там на 5-10 градусов в сторону. Она могла пытаться зайти на тот же Львов или ближайший объект возле Львова, там силовую станцию, зайти со стороны Польши, то есть облететь в стороне, развернуться и идти со стороны Польши. Соответственно, в ее сторону запущена была одна, две или там по необходимости более ракет. А дальше произошло то, что я вам рассказал. Одна из ракет поразила цель, остальные ракеты должны были вылететь дальность, но вылетать определенную дальность, после этого должен произойти взрыв. Но, как мы теперь видим, самоликвидации в воздухе не произошло. Ракета упала на территории Польши, это если продолжать, собственно, эту мысль. Украинский военный эксперт Роман Светан считает, что такой сценарий и мог быть изначальной целью России. Ну, это как минимум процентов 70-80 говорит о том, что маршрут полета российской ракеты, по которому были выпущены украинские противоракеты, он шел между зенитно-ракетным комплексом украинским и Польшей. То есть это было, с одной стороны, я разбираюсь в этом деле, потому я могу сказать, что была умышленная, так сказать, планировка, если это так, то это была умышленная планировка полета, то есть с умыслом она делалась для того, чтобы вызвать вот такого рода движение украинских ракет в сторону Польши. А если еще ставилась задача спецслужбам какой-то вызвать еще и такого рода падение ракет на польскую территорию, то просто российская ракета, она могла подорваться в момент пуска. То есть и тогда украинские противоракеты просто уходят либо на самоподрыв, либо уже падают на территорию. То есть такой провокация пуска, провокация пуска в сторону страны НАТО. Ну а руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук рассматривает и вариант падения в Польше именно российской ракеты. Ну, по крайней мере, пока не представлены более убедительные доказательства. Придерживаясь того предположения, что это все-таки была российская ракета, но если это была украинская ракета противовоздушной обороны, повторюсь, это могла быть ракета «Воздух-воздух», выпущенная с украинского самолета по российской ракете. Если ракета ушла от головки самонаведения противоракеты, то эта противоракета просто упала туда, куда залетела. К тому, что это была украинская ракета, больше склоняется и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об этом он рассказал мне сегодня в интервью. То есть Артис Пабрикс, он министр, собственно, обороны страны-члена НАТО. От него в том числе будет зависеть дальнейшее решение альянса. И вот я спросила, есть ли украинская ракета, а не российская, то как в итоге должны отреагировать в НАТО? Для начала Пабрикс подчеркнул, что в любом случае ответственность лежит на России. Мол, не напало бы на Украину, не пришлось бы себя защищать ракетами ПВО. А о шагах НАТО далее слушайте. Моё личное мнение, потому что у нас ещё, скажем так, всеобщих консультаций на уровне министров не было, но моё личное мнение, что мы должны намного больше укрепить, конечно, воздушную оборону всего региона здесь, включая и восточный регион, и тоже северный, потому что если Россия продолжает обстреливать гражданские объекты во всей Украине и тоже в такой близости границ натовских государств, то мы не можем гарантировать, что опять-таки какая-то из этих ракет не попадёт тоже на, скажем так, нашу, то есть или польскую, или натовскую территорию. И один из ответов может быть, конечно, уличение противовоздушной обороны. И я лично, в принципе, и тоже наши эксперты здесь в Латвии об этом сейчас говорят, я думаю, что мы не должны исключить тоже возможность, что в первую очередь мы помогаем ещё больше украинцам с техническими возможностями противовоздушной обороны. Но я не исключаю ситуацию, где натовская противовоздушная оборона тоже помогает, по крайней мере, на Западной Украине справляться с такими ракетами, которые заходят и просто нападают на гражданские объекты. То есть, чтобы уже натовское ПВО сбивало ракеты над Украиной? Да, но потому что наша главная цель, чтобы... В первую очередь главная цель, чтобы в конце концов Россия ушла из Украины и закончила эту войну. Это главная цель. Но пока Россия это не поняла, если она будет продолжать обстрелы очень близко к границам НАТО, то есть единственная возможность как-то попадать в эти ракеты, перед они падают на территории, например, Польши. Но это, я уже сказал, моё личное мнение. Так, правильно я понимаю, что ваше личное мнение говорит о том, что всё-таки вариант номер раз – НАТО больше даёт систем ПВО Украине, вариант номер два – НАТО использует своё ПВО для сбития уже российских ракет над Западной Украиной. Да, ну и первый пункт, я думаю, там сомнений нет. Я думаю, там будет консенсус, компромисс, будут все этим, в принципе, согласны. И насчёт второго, конечно, я пока мнения других коллег не знаю. Артиса, вы говорите о том, что ещё не было консультаций между министрами, а планируется в ближайшее время? Я думаю, что такие консультации будут, конечно, происходить. Вопрос в каком формате и когда. То есть, потому что вчера у нас были консультации Европейского Союза, министров Европейского Союза, но это было перед этим нападением. То есть, мы не успели насчёт этого вопроса говорить. Потом сегодня с утра были консультации послов, натовских послов, но это не министры. То есть, на следующей неделе будет у нас консультация, так называемой, северной группы. Это часть натовских государств, то есть, северная Европа и немножко тоже государство восточной Европы. Так что, я думаю, что мы должны дать себе немножко время, осознать технические возможности. Конечно, мы должны тоже, в конце концов, достать всю полную информацию насчёт вчерашнего нападения, вчерашнего инцидента, потому что мне стопроцентно всё ясно. Ну и хочу продолжить обсуждение этой темы. Вижу уже у нас на экранах бывший руководитель информбюро НАТО в России, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Пуласки Фондейшн Роберт Пшель. Здравствуйте, Роберт. Здравствуйте. Надеюсь, что к нам вот сейчас присоединится ещё Егор Чернев, который является депутатом Верховной Рады Украины и замглавы профильного комитета по вопросам разведки и обороны. И тогда, чтобы мы и ему адресовали этот вопрос. Как только присоединится, появится на связи, сразу присоединяем. Роберт, сейчас получается ситуация, как я её понимаю, такая. Украинский президент продолжает настаивать, скорее всего, это не украинская ракета, ну, российская. Западные партнёры Украины, в первую очередь Польша и США, продолжают настаивать, скорее всего, это украинская ракета. А вы к какой версии склоняетесь? Значит, чтобы так уточнить, можно бы ещё вчера вечером говорить о такой или другой версии, о которой говорили некоторые политики, включая господина Паприкса. Но сегодня это абсолютно уже как бы за нами, потому что после встречи всех представителей стран НАТО, которая произошла утром НАТО, есть абсолютно единственная позиция, которая заключается в том, что предварительный анализ говорит о том, что, по-первых, да, это самая вероятная версия, это был просто трагический инцидент, погибло двух граждан Польши, но он был инцидентом, потому что это не произошло по причине, и это самый главный большой элемент, такой, что просто была запущена ракета из России, и которым целем являлась Польша. Потому что тогда это бы означало, что Россия приняла решение, ну, буквально начать какую-то военную, скажем, агрессию, или какой-то элемент такой агрессии на Польше. А это бы имело более серьёзные последствия. То, что произошло, всё-таки остаётся очень серьёзной темой разговоров, и поэтому идёт исследование, которое участвует, это очевидно, главное, это отвечает Польша, это на нашей территории произошло, но подключены тоже эксперты из США, может быть, тоже из других стран. Но на сегодня, ну, это, можно сказать, совместная позиция всех стран. Что касается наших украинских друзей, я думаю, что это не совсем, как бы сказать, правильно, если есть попытка сфокусироваться на каких-то разных высказаниях. Потому что можно разные нюансы, скажем, детали, которые имеют значение, решить прямым путём. Это значит, если у Украины есть какие-то дополнительные вообще доказательства, которые говорят, что якобы там есть другая версия, потому что произошло, так Украина, наверное, предоставит такие информации, и они будут использованы во время этого исследования. Да, Роберт, но здесь, соответственно, Украина говорит, то, что мы слышали сегодня от украинского президента Западу, так предоставьте же нам доказательства, что это украинская ракета. Егор Чернев у нас с нами на связи, депутат Верховной Рады, как раз замглавы комитета Верховной Рады Украины, украинского парламента по вопросам, в том числе, разведки и обороны. Егор, вы к чему склоняетесь? Это была российская ракета или украинская? У нас позиция, что это все-таки была российская ракета, потому что, ну, вы видели даже характер повреждений. Ну, не может осколки ракеты, которая летит, если она была сбита или она была использована при сбитии российской ракеты, даже если ТПВО нанести такой урон. Это первое. Второе, мы прекрасно понимаем, что где у нас находится враг. Находится он на севере и на востоке, и, соответственно, и на юге. Вот из трех сторон, откуда может лететь ракета, соответственно, в ту же сторону, навстречу этой ракете, выпускается противоракетная или противовоздушная ракета из этой системы. Поэтому очень странно, если украинская ракета летит на запад. Ну, вот правда странно. Это не поддается никакой логике. Поэтому мы склонны считать о том, что это все-таки российская ракета. И вполне возможно, что Россия, как она сейчас использует против Украины С-300 в качестве земля-земля. То есть эти ракеты, они сейчас этими ракетами обстреливают нас на юге. Херсон в том числе был обстреллен, Николаев обстреливался этими ракетами, Запорожье этими ракетами обстреливается, Харьков этими ракетами обстреливается. Они прекрасно знают, как приспособить С-300 для того, чтобы стрелять земля-земля именно для повреждения. Эта ракета летит на 90 километров. Соответственно, с территории Белоруссии вполне они могли запустить эту ракету специально для провокации и для того, чтобы посмотреть, как отреагирует НАТО и как отреагирует Польша на данную провокацию. Роберт, как вам такая версия? Еще раз. Самое главное, чтобы... Я бы не хотел, чтобы какие-нибудь впечатления... Думаю, что господин Чернов со мной согласится. Окей, мы ведем какую-то, можно сказать, какую-то дискуссию, но все-таки она ничего не изменит с точки зрения, кто отвечает за то, что произошло, кто отвечает за эти ракеты, которые уничтожают разные гражданские цели. Это военные преступления. За это отвечает Россия. Точка. Нет никакой другой версии. Что касается конкретного инцидента. Ну что ж, я хотел припомнить, что 24 февраля в большой степени увеличивается присутствие разных элементов НАТОвских систем, которые отвечают за то, что весь все НАТО видит и знает об этом, что происходит в воздушном пространстве. Так стран-членов, это, например, Польша, это Балтийские страны, но тоже в ближайшем регионе. И, скажем откровенно, это важно тоже с точки зрения Украины. Поэтому наши военные, говорю теперь даже о военных, которые работают над этим, отвечают уже в рамках НАТО. Потому что под командованием НАТО находится много тысяч военнослужащих, даже если они не находятся в странах, таких как Польша, но они, как бы сказать, готовы. Здесь оборудование, есть полная информация, она заинтегрирована. Тогда можно, как бы сказать, обеспечить информацию о том, какая траектория разных, скажем, ракет. И с технической, военной точки зрения, ну, есть возможность такая, что можно посылать ракету, которая делает какой-то круг по разным причинам, связанным с тем, что крылятые ракеты, они хотят, ну, так можно сказать, спрятаться от разных радаров и так далее. Я думаю, что мы разберемся за это. Тоже совместно с нашими украинскими друзьями. Но нельзя, как бы сказать, чтобы это испортило главную картину, что никто, никто, ни в Польше, хотя там бегуло двух человек, ни в других странах НАТО, не считает, что Украина отвечает за это. Даже если бы это было, да. Ну, собственно, у нас об этом только что говорил в эфире министр обороны как раз в Латвии. Все об этом говорят. Об этом говорят лидеры стран НАТО. Об этом говорят. И это абсолютно, я хотел просто, я думаю, что наши украинские друзья об этом знают, но нет никакого сомнения, никто не считает, что Украина виновата. Украина имеет полное право защиты. И самое главное усилие, и они, так получается, сегодня на встрече, которая вот занималась буквально поддержкой, включая поставки системов оборонительных, не только для Украины, вот об этом шла речь. Также мы разберемся с деталями инцидента, но это не может, не может нарушить главную картину, которая абсолютно не изменилась. Я думаю, что Украина получит больше поддержки после сегодняшних, и вчерашних событий. И вот какой поддержки Украина ждет, этот вопрос адресую Егору. Какой реакции НАТО вы ждете, в том числе на вчерашнюю трагедию в Польше? Во-первых, мои соболезнования погибшим, которые в Польше, к сожалению, из-за, из-за опять-таки Российской Федерации, которая развязала эту войну, даже несмотря на то, что если это российская ракета, если это там, как предполагают некоторые члены НАТО, что это украинская ракета, все равно она использовалась для того, чтобы защищаться от российской... Точно так. Конечно, самой правильной реакцией на это, я думаю, что будет усиление защиты неба противоракетной, противовоздушной обороны и Польши, и Украины, для того, чтобы такие инциденты не повторяли со стороны Российской Федерации. Вот это, я думаю, что самое правильное на сегодняшний день будет решение. Но какого именно вы ждете? Это все-таки, потому что, возможно, не слышали, перед этим в нашем эфире министр обороны Латвии говорил, например, о двух опциях. Это то, что будет поставлено больше систем противоракетной обороны, противовоздушной обороны Украины, и второй вариант, что с территории членов, стран-членов НАТО будет работать их ПВО над западной частью Украины. Егор. Смотрите, я думаю, что это два невзаимоисключающих подхода, которые могут быть в принципе комбинированы. Опять-таки, если предоставление нам ПВО это, в общем-то, уже запущенный процесс, который нужно усилить и увеличить количество поставок, то решение о закрытии неба хотя бы западной Украины, западной части, то это уже на стороне решения должно быть принято на стороне наших стран-партнеров, и в частности НАТО. Если НАТО готова к такому, мы только приветствуем, потому что мы с самого начала в общем-то войны об этом просили и говорили о том, чтобы закрыть небо над Украиной. Если это будет сделано хотя бы частично, это тоже нам очень поможет. Роберт, очень коротко, буквально пять секунд. Готова на это НАТО, да или нет? Много стран НАТО уже готовы. Будем ждать результат. Депутат Украинского парламента, замглавы парламентского комитета нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, бывший руководитель информбюро НАТО в России, ныне старший научный сотрудник Пуласки Фондейшн, Роберт Пшель, спасибо вам. Спасибо. Ну, а произошел взрыв в Польше, я напомню, во время того, как Россия вчера обстреливала всю территорию Украины своими ракетами. Украинское издание «Экономическая правда» посчитало, эта ракетная атака могла стоить России до одного миллиарда долларов. По открытым источникам журналисты сопоставили стоимость российских снарядов и официальные данные Воздушных сил Украины о количестве выпущенных ракет. Начнем с последнего. В Воздушных силах сообщают, по Украине было выпущено 96 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Калибр. Также били управляемыми авиационными ракетами Х-59 и ударными дронами «Шахет», «Орион» и «Орлан-10». Украинские силы ПВО сбили большинство, утверждают, в воздушных силах. Например, из 96 крылатых ракет было уничтожено 75, а еще 12 беспилотников. Ну и возвращаясь к стоимости теперь всего этого. Например, по данным издания «Форбс», стоимость только одной крылатой ракеты «Калибр» составляет 6,5 миллионов долларов, а ракета типа «Х-101» стоит 13 миллионов долларов. Учитывая официально озвученное количество ракет, журналисты «Экономической правды» и пришли к выводам, что вчерашняя атака на Украину могла стоить России от около 500 миллионов долларов до миллиарда. Миллиард – это сколько, сейчас задумались вы, я вам скажу. Это одна пятая, к примеру, годового ВВП Черногории. Били россияне, в основном по объектам энергосистемы. Украинский президент Владимир Зеленский в своем утреннем обращении сообщил, за ночь удалось вернуть электричество большинству украинских потребителей. В офисе президента уточнили, вчера без электричества остались порядка 10 миллионов человек, а сегодня утром без света уже оставалось 2 миллиона. Речь может идти о 17 регионах, где были зафиксированы взрывы или перебои с электроснабжением, то есть пострадало вот столько. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко накануне вечером сообщал, в результате российской атаки были повреждены 15 энергетических объектов по всей стране. Утром власти уточнили и количество пострадавших от атаки. Погибли 7 человек, еще 17 получили ранения. Ну а в освобожденном недавно Херсоне украинские военные и полицейские продолжают находить пыточные. Наш корреспондент Борис Сычалко сейчас находится в Херсоне. Далее его репортаж о том, что происходило в оккупированном городе и как там сейчас работают полицейские и саперы. Это пыточная Херсона. Она размещается в помещении Херсонского СИЗО. Именно сюда, вот в эти комнатки, свозили неугодных российской оккупационной власти. Именно здесь они ждали своих допросов. Вот в этой комнате есть еще одеяло, какие-то подушки и даже есть еще книжка. Вот она. Так, это камера. Это ваша камера, да? Да. Маленькая книжная полочка в камере еще со времен украинского СИЗО. Говорит Максим, здесь он провел три недели. Эта книжка, как сейчас я помню, она называлась «Очаковский размер». По несколько раз их перечитывали. И, по речи, там были все события, и сгадывался Херсон с временем 18 века. Максим когда-то служил в украинской армии. Говорит, еще в марте к нему пришли адресно. Уверен, кто-то его сдал. Спрашивали, не работает ли он со спецслужбами Украины. Тут были охранники, если я верно умею, это были службовцы Росгвардии. Одна ротация больше била, меньше кормила, другая ротация меньше била, но меньше кормила. Ты находишься на каком-то стильце, связанные руки, на голове шапка, и когда что-то не подобается, если ты понимаешь, это был электрошокер, который бил в районе шиевуха. Максим говорит, когда он сидел, били еще не сильно. Ситуация изменилась, когда в Херсон активизировалось подпольное сопротивление. Только в телеграм-боте у нас почти 2000 человек. Иван, координатор подпольного движения, желтая лента, не показывает лицо. Говорит, оккупированных территорий еще много. Участники движения раскрашивали Херсон в цвета украинского флага, выходили на митинги, расклеивали листовки. То от руки малювали, много такого было. То уже шукали принтер, где-то за рубли купили, где-то его нам завозили. После митингов мы неодноразово потрапляли на эти подвали с допытами. Нашу затримали активистку на три тижня, потому что в ней просто изначили дома по какой-то наводке пакет желтых стречок. Каждый активист знал, что, возможно, так и станет. С июня, говорят местные, пыточная Херсона начала пополняться активней. Каждый день привозили по два-три десятка человек. Ну вот и все, они вот так вот стояли все по периметру, все с автоматами. Нельзя было смотреть. Бывало такое, всех загнали в магазин, ролеты позакрывали. Сидим тут 10 минут, никуда не выходим. И крики были такие, тут люди кричали. Ну, а мы проходили, что в магазин в другой раз как ходили, то чуть было, а по ночам тут такие автоматные очереди были, кажутся в потолок стреляли. Максиму повезло, на его телефоне ничего не нашли. Во время пыток он ничего не сказал. Так повезло не всем. Сколько людей прошло через пыточную и сколько пропали. Сейчас пытаются понять в полиции. За последние дни в Херсоне начала активно работать полиция. Вот это тот самый знаменитый Сиреневый парк. Это то место, где в начале войны херсонская терраборона встретила российских военных. И именно здесь практически вся терраборона была разбита. В Сиреневом парке работает полиция, работают криминалисты. Они полностью описывают это место. Полицейские опрашивают местных. Хоть бой был и давно, все нужно задокументировать. А здесь в парке лежали наши просто гражданские люди. Они приехали с зажигательной смесью, с бутылкой на колонну ПТР. Весь бой видел Александр. Его окна выходят на парк. Тогда погибло 17 членов террабороны города. Через некоторое время в парке появился мемориал. Александр говорит, российские военные, проходя мимо, ворчали, но не трогали. Да, ну это видно, объявились родственники и сделали мемориал. Вон дерево, там дуб просреленный. Человек тоже пришел, замотал. Ленты, чтобы сохранить, Деоккупированную часть Херсонской области называют одной из самых сложных для работы саперов. Раньше в Киевской или деоккупированной Харьковской области такого, говорят, сапера не было. Причем речь идет даже не о количестве оставленного, о том, что очень много так называемых минных ловушек. Уже есть жертвы и среди саперов, и среди полицейских, и среди военных. Первым делом саперы разминируют объекты критической инфраструктуры, а вот сейчас работают на трассе между Николаевым и Херсоном. Николаевым и «Процентганково-міна» в основном там лежать всюди, але є одна-дві попадаются сюрпризом, яка не підлягає розмінуванию. Саме на гранатні розтяжки, до речі, підірвались наші бюротехніки полицейские. І важливо зазначити, що наразі тут працюють всі наші розрахунки служб, які є в наявності, і ми вивільняємо їх з інших локацій, які можуть поки потерпіти. Именно поэтому для немесних Херсон і область до сих пор закрыті території. В Херсоне нету воды і нету света. В последнее время кое-где починає появляться мобильна зв'язь. Благодаря таким мобильним центрам. Вони расставлены по всему городу. Всегда возле них собирается достаточно много людей. Местные говорят, що це едва ли не единственный способ связатися с внешним миром. Борисовичалка, Сергей Декун. Настоящее время. Украина. Ну і, собственно, Херсон, окрестні населенні пункти вскоре посетят і представители управління ООН по правам человека. Группа наблюдателей ООН с апреля опросила более ста военнопленных с обеих сторон конфликта. Российских военных опрашивали в украинском плену. А вот интервью с украинскими военнопленными проводили уже после их освобождения. Россия не пускала международных наблюдателей в места содержания подстражей. Глава миссии ООН Матильда Богнер лично занималась опросами. На брифинге в Женеве она рассказала, что подавляющее число опрошенных украинцев сообщили о пытках в российском плену. Пытки и жестокое обращение применялись не только для принуждения военнопленных к даче военной информации или заявлений о предполагаемых преступлениях. По словам опрошенных, такие меры ежедневно применяли для запугивания и унижения. Военнопленные рассказывали, что их избивали, в том числе дубинками и деревянными молотками, пинали ногами с помощью электрошокера и военного телефона, известного как Тапик. Травля собаками, инсценировка казни и сексуальное насилие. Богнер привела и такие примеры. Один из украинцев рассказал про свой плен в колонии возле посёлка Оленовка. К его гениталиями носу прикрепили провода и пустили ток. По словам бывшего военнопленного, мучители не интересовали его ответы на вопросы. Цитата, они просто развлекались. Мы получили заслуживающее доверие сообщения о суммарных казнях лиц, выведенных из строя и нескольких случаях пыток и жестокого обращения, которые, как сообщается, совершались военнослужащими украинских вооружённых сил. Мы зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения, в основном, когда людей брали в плен, допрашивали и переводили в пересыльные лагеря и места интернирования. В Украине, по словам Богнера, большинство злоупотреблений происходили в трёх местах содержания российских пленных и были более распространены в начале войны. Глава миссии ООН отметила, что украинские власти пока расследуют эти дела без прогресса. Также российские пленные сообщали наблюдателям ООН об унизительных условиях перевозки. Их запихивали в грузовики и фургоны обнажёнными и со связанными руками. Кроме того, были задокументированы случаи так называемых приветственных избиений в местах содержания подстражей. По словам Богнер, с российской стороны жестокое обращение с пленными было системным, а с украинской нет. Ольга Бешлей, Настоящее время. Ну и ещё одной теме нашего выпуска. Дональд Трамп объявил, что снова будет баллотироваться в президенты США от республиканской партии. В своей речи он традиционно раскритиковал демократов, назвал их левыми радикалами и обвинил в том, что они разрушают страну. Однажды подобная риторика уже помогла Трампу избраться. Получится ли это у него снова? И кто будут его соперники? Катерина Кочхина расскажет. Чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Пока Трамп в своей флоридской резиденции в Маралага объявлял сторонникам о своём намерении снова бороться за президентское кресло, его помощники официально зарегистрировали его в качестве кандидата от республиканской партии. В своей речи Дональд Трамп заявил, что четыре года его президентства были, цитата, «замечательными» и все процветали как никогда прежде. Кроме того, по словам 45-го президента США, если бы он находился у власти сейчас, войны в Украине бы не было. Вину за все текущие проблемы он возложил на Джо Байдена, которому проиграл на прошлых выборах. В ответ на выдвижение Трампа Байден, который тоже объявил о своём намерении баллотироваться, опубликовал в Твиттере видео с перечислением провалов 45-го президента. Рост безработицы, поддержка экстремистов, два импичмента. Байден снабдил ролик комментариям. Трамп подвёл Америку. Новость о выдвижении Трампа должна была совпасть с триумфальной победой республиканцев на промежуточных выборах. 45-й президент активно поддерживал избирательные кампании кандидатов, но многие из них проиграли, и это подорвало веру некоторых республиканцев в Трампа. Зато только что переизбранный с большим перевесом губернатор Флорида Рон де Сантис набирает популярность партии. Де Сантис пока не заявляла намерение баллотироваться, но уже подвергся критике со стороны Трампа. Однако ему было что ответить. Если люди видят, что ты лидер, что ты делаешь, что говоришь и показываешь результаты, тогда люди голосуют за нас даже те, кто не в нашей партии. Вот это и надо делать. Невозможно победить с перевесом в полтора миллиона голосов только со своей партией. Пока ещё рано говорить о том, кто будет представлять республиканцев на следующих выборах. Для начала заявиться в качестве кандидатов должны все желающие, а потом принять участие в праймарис, где партия выберет наиболее успешного, на её взгляд, представителя. Ну и вернёмся к саммиту. Большинство участников саммита большой двадцатки в Индонезии осудили войну России против Украины. Но были и другие оценки. Саммит на острове Бали сегодня завершил свою работу и с подробностями из Индонезии. Наш коллега из украинской службы радио «Свобода» Сергей Стоценко. Утро последнего дня саммита для его участников началось незапланированно. Из-за самой массовой атаки на города Украины и взрыва на границе с Польшей президенту США Джо Байдену пришлось собрать лидеров стран большой семёрки и участниц НАТО. В тот момент, когда мировые лидеры здесь, на Бали, стремятся добиться прогресса, продолжительного мира, Путин наносит удары по гражданским целям детям и женщинам. Я имею в виду то, что он делает это варварство. И Россия может и должна остановить войну. Они могут остановить это завтра, если захотят. Джо Байден также пообещал президенту Польши Анджою Дуди помощь в расследовании взрывов на польско-украинской границе. С острой критикой после массированных атак Украины сегодня выступил и британский премьер Риши Сунак. По его мнению, Кремль, говоря о мирных переговорах, перечеркивает эти попытки обстрелами украинских городов. Пока на Бали решались глобальные вопросы мира и стабильности, Путин безосновательно атакует ракетами гражданских в Украине. Мы должны быть откровенными. Этих кризисов не было бы, если бы Путин не развязал жестокую войну. Долгие споры, в каком формате принимать общее решение встречи Большой Двадцатки в Индонезии закончилась декларацией. В одном из ее пунктов большинство лидеров G20 осудили российскую агрессию против Украины. В нем, в частности, упоминается резолюция Генассамблеи ООН с призывом к Москве вывести войска с международно признанной территории Украины. Споры, в частности, были из-за российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который вчера досрочно покинул Бали. Кремль отказывался принимать всеобщее коммунике, которое предполагало бы, что все согласны с пунктом о российской агрессии. Поэтому страны пришли к согласию на формате декларации, где позиция Москвы там описано, как различие взглядов относительно ситуации и санкций. В декларации также положительно оценили продолжение работы зернового коридора через Черное море. Я отдельно назвал цифру по отгрузке зерна, которая сейчас превысила 10 миллионов тонн. Также важна отгрузка удобрений и аммиака. Это все еще продолжается. И как только мы вернемся с Бали, мы обсудим этот вопрос с Путиным и будем работать над тем, чтобы продлить срок соглашений по зерну по крайней мере в год. Почти все официальные делегации уже покинули остров Бали, который в этом году принимал встречу большой двадцатки. Следующий саммит через год состоится в Индии. Из Бали Сергей Стоценко, Криштов Майкснер. Настоящее время. Ну а НАСА сегодня запустила к Луне космический корабль «Орион». Корабль в тестовом беспилотном режиме долетит до Луны, проведет на ее орбите 25 дней и вернется на Землю. А в 2025 он же должен будет доставить на спутник нашей планеты людей спустя полвека после последней миссии на Луну. О проекте, о его проблемах, о надеждах, которые с ним связывают, расскажет Дарья Ализаде. Два с половиной часа до запуска одной из самых ожидаемых миссий последних лет «Артемиды-1». И это третья попытка сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС вывести на орбиту космический корабль «Орион». Сначала была проблема с охлаждением двигателей, потом утечка топлива, теперь старту ракеты весом почти 3000 тонн мешают несколько плохо закрученных болтов. Красный экипаж вошел внутрь и в настоящее время работает над этой проблемой немного дольше, чем ожидалось. Ракета все же улетела, сделав первый важнейший шаг по возвращению человека на Луну и к первому полету на Марс. Вместе с ней улетела команда капитан миссии манекен Мункин-Кампас, а также Хельга и Зуар манекены из Германии. Их задача исследовать воздействие радиации в течение полета. Ученые вообще возлагают большие надежды на программу. Профессор астрофизики Джен Бернс и его команда к примеру собираются установить радиотелескопы на обратной стороне Луны, чтобы изучать Раннюю Вселенную, самые первые звезды и галактики. Во время программы Аполлон причина, по которой мы отправились на Луну, на самом деле не имела ничего общего с наукой или исследованием. Это была цель, поставленная президентом Кеннеди, чтобы победить русских. Артемиды — долгая история. Долгая и очень дорогая. Суммарно до 2025 года она обойдется США, в 93 миллиарда долларов. Огромный толчок к проекту, который с середины двухтысячных страдал от недостаточного финансирования, дал президент Дональд Трамп. В 2017 году он подписал директиву, предписывающую НАСА начать подготовку к высадке на Луну. Сейчас у нас есть много отличных идей о том, какие нам нужны образцы оттуда, какие измерения нам нужно произвести, чтобы ответить на большие научные вопросы о Луне. Кроме того, нам надо протестировать технологию по запуску людей в глубокий космос, к Луне, а потом и к Марсу. Есть научные причины тому, чтобы вернуться на Луну, технологические причины и, пожалуй, самая важная причина — мы должны вдохновить новое поколение ученых, инженеров и будущих астронавтов. В 2024 году должна состояться миссия Артемида-2, в рамках которой корабль с людьми на борту облетит Луну. Миссия Артемида-3, во время которой астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны, намечена на 2025 год. Ну и еще одна интересная история. Британский анонимный художник Бэнкси подтвердил, что сделал семь граффити в Киеве и области, в том числе в Ирпине-Бородянке в Гастомеле. Об этом пишет газета Art Newspaper, посвященная мировым новостям искусства. Бэнкси называет одним из самых таинственных художников современности. До сих пор не ясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Наш корреспондент Юлия Жукова побывала в Бородянке, это в 60 километрах от Киева, и нашла тех, кто видел Бэнкси за работой. Это одна из разрушенных многоэтажек в Бородянке. Во время боев в марте российская армия авиабомбы уничтожила здесь целый подъезд с 9 по первый этаж. Здесь погибли 14 человек. Именно на этом месте известный во всем мире уличный художник Бэнкси оставил свой рисунок на уцелевшей стене. Эта граффити тут появилась примерно пару недель назад. Однако сначала местные жители особого внимания не обратили, пока на днях Бэнкси сам не публиковал фотографию гимнастки в своем инстаграме. Несколько дней назад Бэнкси подтвердил свое авторство и опубликовал в инстаграме фото рисунка с подписью Бородянка Украина. И тогда уже очевидцы начали вспоминать кого же тут видели. Машиною такую длинненькую вышли три человека качи четыре и он так быстренько намалював и быстро в машину Спецформа была такая серая Одинаковые они были сегодня Четверо в однаковой форме Николай живет в соседнем доме как раз проезжал мимо тоже говорит видел тут группу людей Мужчинка седой такого выскочили и они быстренько просто как бы знали что это такой товарищ господин Бенкси а они быстро раз их там три-четыре человека теперь мужчина жалеет что не познакомился с таким знаменитым анонимным художником никто поймать его не может никто не может знать что это он что это Бенкси кто он таких что это жители Бородянки побачили побачили а не знали что это он ничего что сделать это первая подтвержденная работа Бенкси больше чем за год но как оказалось она тут не одна а это еще одно граффити которое может принадлежать таинственному Бенкси Геннадий житель Бородянки тоже успел понаблюдать за процессом ходили до машины что-то брали что там что-то потребного потом бачу что они уже прикладают трафарет лист бумаги и я так зрозумел что сейчас баллончиком будут что-то наносить и я питаю всей девочине буду что-то малювати она говорит так будут малювати он любит малювати а это Евгений он вырос в этом дворе до войны здесь жили его родители пришел сфотографировать граффити на память это теперь местная достопримечательность я бачу на этом малюнке боротьбу боротьбу неревных сил дитина маленькая перекиды какого-то майстра боевых мистецтв возможно аналогии так есть Украина не великая краина сейчас борется с Российской Федерацией великая начебто краина по сути мы бачим ничего особо не представляет много шума из ничего а мы вот народ такой нескоренный да возможно это он и хотел показать издание The Art Newspaper пишет что Бэнкси подтвердил авторство еще пяти работ в Киеве и области в центре столицы на Майдане Незалежности появился вот такой стрит-арт а это изображение можно увидеть на Подоле рисунки Бэнкси оставил также на разрушенных многоэтажках в Ирпине Горенке и Гастомеле где весной были ожесточенные бои Юлия Жукова Андрей Шурин Настоящее время Ну и сразу после нашей программы смотрите в эфире телеканала Настоящее время документальное кино которое называется Тоннель Китайский проект Один пояс Один путь это такой современный шелковый путь так вот он достиг даже отдаленной грузинской деревни В этом фильме исследуется что это дает местным жителям помимо обещаний благополучия и повышения уровня жизни Ну и возвращаясь к главной теме нашего нашего сегодняшнего выпуска о споре условного запада с украинской стороной о том чья же ракета все-таки вчера упала в польском селе в результате чего погибло двое местных жителей Белодом выпустил заявление о том что процитируя вам Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты на территории Польши которая осуществляет польское правительство и возлагает конечную ответственность за него на Россию независимо от того кто выпустил ракету Если вы вдруг сейчас только включили то можете отмотать назад наш выпуск чтобы посмотреть все подробности классную дискуссию в самом начале не забывайте поставить лайк нашей программе если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютубе подробности находите все на нашем сайте currentime.tv если вы еще не подписаны на наши социальные сети обязательно это сделайте ну и поставьте конечно колокольчик на нашей странице в ютубе для того чтобы получать уведомления о наших новых и новых выпусках Меня зовут Ирина Ромалийская до свидания До революции такие машины считались признаком богатства кубинской элиты спустя 60 лет классические американские автомобили символизируют не успех а душу Кубы Моя машина 42-го года выпуска эти развалюхи на пенсию не собираются хоть и слишком стары чтобы тягаться с полноприводными машинами кто-то Субтитры сделал DimaTorzok